1 марта должна закончиться в России приватизация. Часть людей считает, что все те, кто хотели совершить этот акт, уже его совершили. Есть и другая точка зрения, другие люди, которые говорят, что сроки нужно опять продлить, потому что не все успели оформить право своей собственности. Говорить сегодня будем о приватизации, это программа «Точка зрения». Здравствуйте. В студии работает Михаил Фоменко. Разбираться будем вместе, а помогать нам будут гости в нашей студии. Сегодня их двое. Это Алексей Анищук, начальник отдела по городу Череповцу и Чаповецкому району управления Росреестра по Вологодской области. Алексей Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Федотова, начальник жилищного управления мэрии города Череповца. Ирина Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете присоединиться к нашей беседе, задать вопросы нашим гостям. Телефон прямого эфира 578-555. Ждем ваших вопросов. Давайте разбираться. Первый вопрос. Что дает приватизация? Зачем это нужно? Главным плюсом, главным достижением, самым главным моментом в приватизации является возможность распоряжаться. Как только вы стали собственником, пожалуйста, распоряжайтесь. Это купля-продажа, это дарение, это возможность принимать решения по использованию общего имущества многоквартирного дома, возможность принимать решения по капитальному ремонту, по текущему ремонту, что вы хотите отремонтировать, крышу, подъезд, площадка детская. И, естественно, куда вы хотите потратить свои деньги. А самое интересное для собственника, это возможность задавать общее имущество в наем, в аренду. А наем и аренда дает возможность получить следующий эффект. Это уменьшение коммунальных платежей и уменьшение платы за содержание. Только должна быть грамотно проведена работа. Суть приватизации в чем? Давайте напомню еще нашим зрителям. Давайте я вас спрошу. В соответствии с законодательством приватизация – это бесплатная передача жилых помещений в собственность граждан, в порядке приватизации. Хочу сказать о том, что приватизации подлежат жилые помещения, расположенные в муниципальном жилищном фонде. С учетом изменений, которые были внесены в последнее время в жилищное законодательство, а также с учетом сложившейся судебной практики, хочу сказать и обратить внимание жителей нашего города, что приватизировать могут жилые помещения все граждане, которые имеют регистрацию в жилом помещении. Именно в следующих жилых помещениях – это в многоквартирных домах, в которых граждане проживают на условиях социального найма и вселены были по договорам найма или же по ордерам. Хочу обратить внимание, что в последнее время проходит приватизация в домах, которые ранее принадлежали предприятиям государственным и были переданы муниципалитету, и в которые граждане, я имею в виду жилые помещения, были вселены такими предприятиями, или же также по ордерам, или же по договорам найма. Также приватизации подлежат в этих домах жилые помещения, в которые муниципалитет вселил их, по договорам найма, в случае, если они не отнесены к специализированному жилищному фонду. Хочу сказать, что в соответствии с законодательством собственник может принимать решение о приватизации служебных жилых помещений, так, в 2009 году в связи с реорганизацией муниципальных жилищных предприятий в целях урегулирования жилищных прав в отношении с работниками таковых предприятий были внесены изменения, было принято решение мэрии города о приватизации служебных жилых помещений работниками данных предприятий. Хорошо, давайте прервемся, у нас есть звонок в студию, давайте послушаем зрителя. Алло, здравствуйте. 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 Ну, к сожалению, не хотят с нами говорить, надеюсь, еще раз в эфир позвонят. Давайте задам простой вопрос. Объясните мне, поскольку вы работаете с людьми, люди к вам обращаются, мне кажется, получить какую-то собственность бесплатно, волшебное русское слово на халяву, должен хотеть каждый гражданин. Почему часть людей до сих пор не приватизировала жилье? Как вам кажется? Ну, возможно, на мой взгляд, это боязнь ответственности, потому что те преимущества, которые я уже перечислил, они являются и ответственностью. То есть вы уже ответственны, кто за вами будет наследовать, кому продать, кому подарить. Обидится на вас родственники? Не обидится. Опять же, какие деньги вы будете тратить на содержание общего имущества и опять же на содержание своей квартиры? И поэтому, я думаю, что для многих это большая дилемма до сих пор еще. То есть люди боятся. Мне бы хотелось еще добавить, в соответствии с законодательством право на приватизацию, оно однократное. Поэтому в данном случае 10 тысяч жилых помещений муниципального жилищного фонда, которые у нас сейчас остались, часть из них, которые можно было бы передать в порядке приватизации, невозможно передать, потому что граждане использовали уже свое однократное право приватизации. Из опыта работы могу сказать, что приватизировать люди не могут и жилое помещение по семейным разногласиям. Ну, давайте здесь пока остановимся, потому что зритель снова до нас дозвонился. Давайте попробуем послушать вопрос. Алло, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня Виктор звать. Задавайте ваш вопрос. У меня вопрос такой. Вот по первому каналу в новостях говорят, что для приватизации на данный момент всего лишь надо прийти и написать заявление, а потом уже собирать все документы. Ну, так как я вот обратился, например, мне сказали наоборот, что надо все документы сначала собрать, а потом уже идти и писать заявление. Вот такая ситуация как бы. Спасибо за вопрос. Опрос поднятен. Какова все-таки процедура? То есть нужно в этот срок, который, как говорят законом, это 1 марта, написать заявление, а потом собирать документы? Или до 1 марта нужно собрать весь пакет документов, а потом прийти и написать заявление? В данном случае вопрос, наверное, относится более к жилищному управлению, потому что процесс приватизации включает в себя несколько этапов. Первый этап – это именно подача заявления и документов, подтверждающих право на приватизацию. Хочу сказать, что в разных регионах есть разные условия, дающие возможность представить те документы, или же органы могут сами запросить. В данном случае у нас в городе принято положение, согласно которому граждане должны представить заявление и документы. Но, тем не менее, учитывая сроки приватизации до 28 февраля, когда люди последний день могут подать заявление, мы рассматриваем возможность подачи заявления и хотя бы части документов, в отношении которых может быть проведена экспертиза и дальнейшая возможность гражданами донести недостающих. Но при этом нужно помнить о втором этапе приватизации, о котором не могу не сказать. По итогам сдачи заявления и документов, решение о передаче в порядке приватизации или об отказе в передаче в приватизацию, должно приниматься нами, как уполномоченным органам жилищного управления, в течение двух месяцев. Так вот, если в течение двух месяцев не будут представлены документы, подтверждающие права, соответственно, будет отказано. Хочу обратить внимание еще на третий этап граждан, который у нас существует в процессе приватизации. По итогам принятия решения, которое направляется в адрес граждан письмом, это в виде документа, граждане в дальнейшем должны будут обратиться к нам в жилищное управление уже для заключения договора передачи жилого помещения в порядке приватизации. С учетом рассмотрения двухмесячного и с учетом окончания срока приватизации, еще раз обращаю внимание, что заявление должно быть подано до 28-го, а по итогам принятия решения приватизации заключить договор с гражданами мы можем уже после указанной данной. То есть фактически люди, которые хотят оформить свою жилье в собственность, должны обязательно подать заявление вот до этой даты. А дальше уже можно заниматься сбором документов, оформлять какие-то справки и прочее. Они могут направить его, конечно же, почтой, но в этом случае оно должно быть нотариально завеяно как заявление, так и документы, подтверждающие права. Хорошо, вот вы сказали чуть ранее о том, что 10 тысяч помещений сейчас не приватизировано, да? Это вообще много или мало относительно города? Сколько вообще в процентном соотношении? Можно оценить? Ну, если сказать, что с начала приватизации, то есть с 91-го года передано 95 тысяч жилых помещений в порядке приватизации, ну, наверное, мало, да. И сейчас большой достаточно фонд, это частного жилищного фонда, который уже построено или приобретено у собственников граждан. К этому вопросу еще вернемся, у нас есть еще один звонок в студию, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? У меня вот такой вопрос, мне назвать Николай. Представьтесь, пожалуйста, Николай, поздавайте вопрос. Мы неоднократно, матюшка 8, вот наш дом, и мы неоднократно обращали в личное управление и в мэрию о том, чтобы нам дать право на приватизацию. И нам давали отказ, почему нам лишает нас конституционное право на приватизацию. Спасибо большое. Насколько я понимаю, вопрос частный. Не знаю, сможете, не сможете. Это вопрос к жилищному управлению, я могу ответить. В данном случае, я уже ранее сказала, какие жилые помещения у нас передаются в порядке приватизации, также с действующим законодательством установлено огречение по приватизации, а именно приватизации не подлежат жилые помещения в общежитиях, и также жилые помещения признаны аварийными. А это общежития? Жилые помещения, расположенные по батюшке 8, это жилые помещения в общежитии. Оно было построено как общежитие за счет муниципалитета и передоставлено гражданам для проживания во временное пользование лишь на период трудовых отношений. Хорошо. Возвращаемся к нашей беседе. А что будет с теми жилыми помещениями, которые не будут приватизированы? Мы представим себе, что наши законодатели срок не продлили, действительно, все закончилось 1 марта, и вот эти 10 тысяч помещений остались в муниципальной собственности. Что будет дальше с ними происходить? Граждане также будут продолжать проживать в них на условиях договора социального найма, как наниматели. Естественно, жилые помещения будут предоставлены бессрочным пользованиям, но как собственники, они не смогут ими распоряжаться. То, в принципе, о чем мы раньше говорил Алексей Николаевич, распоряжение. Хорошо. Вопрос. Договор социального найма заключается со всеми жильцами в этой квартире или с соответственным квартиросъемщиком? Что будет после его смерти? В данном случае договор заключается с ответственным квартиросъемщиком, но в договор социального найма включаются и члены его семьи. По итогам той ситуации, о которой вы сказали, естественно, члены семьи остаются проживать в данном жилом помещении. Просто с ними будет заключаться дополнительное соглашение к договору социального найма, где они, как члены семьи, примут на семейном совете решение, кто же станет дальнейшим ответственным квартиросъемщиком. Хорошо. Позвучала фраза о том, что в семье, договориться, тоже не всегда удается и приватизировать квартиру. Если случается такая ситуация, что родители уже использовали право на приватизацию, то есть они уже получили бесплатное жилье. Ребенок прописан сейчас в квартире у бабушки. Квартира не приватизирована, но он владеет частью квартиры родителей. То есть на всю семью была сделана приватизация. Можно ли второй раз на ребенка оформить приватизацию и оформить бабушке на квартиру? В данном случае, как и несовершеннолетние, так и в несовершеннолетнем возрасте ребенок имеет однократное право на приватизацию. Но законодательство допускает при достижении совершеннолетнего возраста этим же человеком повторно принимать участие в приватизации. То есть два раза ребенок приватизировать, поучаствовать в процессе приватизации, к сожалению, не сможет. Хорошо. У нас есть еще один звонок. Давайте послушаем зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Здравствуйте. Вопрос очень простой. Значит, если я не ошибаюсь, то с апреля прошлого года, значит, для совершения каких-то регистрационных действий с недвижимостью требуется теперь и кадастровый паспорт, в отличие от того, что было раньше, когда надо было документы иметь только от БТИ. Значит, на сегодняшний день, ввиду окончание срока приватизации кадастровая палата переполнена посетителями. Вместе с тем, скажем, в Бюро технической инвентаризации висит объявление, что там тоже можно получить кадастровый паспорт, но только для цели приватизации. Вопрос. Значит, как быть тем, кому кадастровый паспорт необходим не для цели приватизации в этот период? И чем отличается кадастровый паспорт для целей приватизации от кадастрового паспорта для других целей? Почему бы не расстрелить... Спасибо за вопрос. Спасибо. Сможете ли ответить? Я думаю, что этот вопрос больше к нам относится. Действительно, на данный момент органы технической инвентаризации могут выдавать для целей приватизации кадастровые паспорта. Они не отличаются, конечно, от других паспортов, но здесь давайте считать просто нормы закона. Хорошо. То есть нужно, если у вас есть вопрос, обратиться в дополнительной консультации, либо просто посмотреть закон и найти там, собственно, ответ на него. У меня к вам же вопрос. Есть ли какая-то статистика, как наши горожане оформляют право собственности? Обычно все-таки выбирается один человек или между всеми членами семьи закрепляется какая-то доля? На данный момент зарегистрированный прав порядка 160 тысяч. Естественно, это не точная цифра, потому что не каждый горожанин до нас доходит. То есть, как, соответственно, в некой притче. Регистрация носит исключительно заявительный характер. Хочу – прихожу, хочу – нет. Но я настоятельно объясняю, что государственная регистрация – это единственный доказатель зарегистрированного права. Если вы ко мне не придете, то есть в отдел к нам, соответственно, государство в суде потом не сможет вам помочь своей защитой. Соответственно, если вы попали в трудно-тяжелую ситуацию, был пожар, известно всем, сколько по России горит домов, сгорели документы, вы что делаете? Не сможете их восстановить. Да. А если вы зарегистрировали свое право у нас, вы можете к нам обратиться за повторным свидетельством государственной регистрации, за выпиской, за копией документов. И, соответственно, в какой-то части, если вам полагается материальная помощь от государства, обратиться, подтвердив, что да, я собственник. Ну или другой пример. Вы потеряли документы, не можете их найти. Опять же, обращайтесь к нам, если вы зарегистрировали. То есть государственная регистрация – это юридический акт признания, подтверждения государства возникновения, перехода права, ограничения и так далее, прекращения прав на недвижимое имущество. То есть в данном случае, если говорить о приватизации, это переход права от муниципалитета к горожанину. Он может быть, договор заключен как с несколькими лицами, так и с одним. То есть в зависимости от ситуации, в зависимости от желания и так далее. Хочу добавить, что можно сказать, что 70% заключаемых договоров на жилое помещение заключается членами семьи, а не единолично. Что происходит с этими долями в случае наследования? Начинают дробиться? Ну, обычно. Давайте, может быть, тогда сформулируем вопрос по наследованию. Как написано в завещании? Ну, давайте вопрос по ситуации, которая не описана в завещании, когда идет дробление доли между всеми наследниками, законно установленными. Что происходит в этом случае, как зарегистрировать право? Ну, допустим, жил в квартире 4 человека, у всех были равные доли, то есть получается 0,25. Один человек умер, эта доля разделена между тремя остальными, не признанными наследниками. Как будет зарегистрирована доля, что случится, как это может происходить? В данном отношении, я могу сказать, просто наследники идут к нотариусу, оформляют свидетельство о праве на наследство, где как раз и происходит разделение наследственного имущества. После этого, когда уже есть на руках свидетельство о праве на наследство по закону, либо по завещанию, наследники идут к нам за регистрацией право долевое или на одного, это в зависимости от свидетельства о праве на наследство. То есть право опять регистрируется у вас? Да. Замечательно. Хорошо. Если 1 марта все-таки не будет создать законопроект, который продлевает приватизацию, те, кто по каким-то причинам не смогли оформить приватизацию, смогут ли выкупить жилье у муниципалитета? Или это вообще не предусмотрено? Действующие нормы такого пока не предусматривают, поэтому комментировать, наверное, в настоящее время пока не следует, да, и затруднительно. Я думаю, что у телезрителей еще остались какие-то вопросы. Давайте еще раз проговорим дату, когда точно заканчивается бесплатная приватизация и те шаги, которые необходимо сделать, чтобы реализовать свое право. Хочу повторить, что последний день подачи заявления и документов жилищного управления мэрии это 28 февраля. Хочу напомнить, что жилищное управление у нас располагается по адресу проспект Строителей 4А. Прием он осуществляется по предварительной записи. Граждане лично могут обратиться в 104-й или 135-й кабинет или по телефончику 57-78-31 с документами. Перечень документов у нас размещен на официальном сайте мэрии города Череповца, также он размещен в местах для обозрения в жилищном управлении. Главное заявить свое право до 28 февраля. Далее, в соответствии с регламентом, о котором я говорила ранее, будет рассмотрено заявление, принято решение о приватизации. Далее будем заключать договор, который по итогам должен быть по желанию зарегистрирован в Роскресе. Хорошо, у нас осталось буквально полторы минуты. Мередактор подсказывает, что еще вопрос, который оставили зрители на сайте 35media.ru, скорее всего, к Алексею Николаевичу. Вопрос такой. Гражданин обратился в мэрию с заявлением о заключении договора. Получил его, но не успел обратиться за регистрацией. Что будет происходить в таком случае? Что должны делать наследники? То есть, я так понимаю, все-таки у нас человек скончался, есть наследники, но не дошел до нас. В данном отношении необходимо обратиться в суд за включением жилого помещения, комнаты, квартиры в наследственное имущество. Когда будет такое решение, вступивши в законную силу, необходимо с ним уже идти опять же к нотариусу, о котором мы с вами говорили. Та же процедура. Да, та же процедура. После этого нотариус принимает решение, выдает свидетельство о правильном наследстве и с этим свидетельством о правильном наследстве вы оказываетесь опять у нас. Хорошо, спасибо большое. Время уже подходит к концу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Алексей Анищук, начальник отдела по городу Череповцу и Чаповецкому району управления Росрегистра Павловодской области. Спасибо, что пришли. Ирина Федотова, начальник жилищного управления мэрии города Череповца. Спасибо. Ну что ж, 1 марта заканчивается право наших граждан на бесплатную приватизацию. Реализовывать это право или нет, дело, конечно, ваше. Вам решать. Но примите правильное решение. Это была программа «Точка зрения». В студии работала Михаила Фоменко. Увидимся в следующий понедельник в 19.40 на телеканале «Провинция». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова